В этом видео я начинаю самый сложный, наверное, для меня проект на текущий момент. И я сама ещё не знаю, получится он у меня или нет. Уверенности у меня такой абсолютно нет. Всем здравствуйте! Речь пойдёт про дровник. Поняла я, что мне нужен дровник, чтобы запасать дрова на зиму. И дровник нужен недалеко от дома, чтобы недалеко их таскать зимой. Это знание дала мне предыдущая зима, когда дрова приходилось таскать с другого конца участка. Ну и дровник нужен нормально из крыши, чтобы дрова там сохли, потом сухими дровами там попить. Но здесь ничего не стоит объяснять, это так и понятно. И решила я взяться за строительство дровников. Сначала я думала о том, что это будет какой-то каркасник. Сложу каркасник из остатков стройматериалов, которые у меня остались после ремонта дома. И будут мне хорошенький маленький дровничек аккуратненький. Но потом мне в интернете попалась картиночка сарайчика из поддонов, из палет. И я решила, что у меня же куча палет, мне же дрова привозят на палетах. И вместо того, чтобы искать, что у меня осталось или чего мне не хватает, может быть, что-то придется докупать на каркасник, я решила сложить дровник из палет. Плохая или хорошая эта затея, я еще не знаю. Будем узнавать вместе с вами. Итак, мы начинаем. Но для того, чтобы построить дровник, нужно было освободить место. Как выглядела эта зона, можно посмотреть в одном из прошлых видео, где я продолжала искать сокровища и начинала разбор этой зоны. Осталось убрать доски, которые были накрыты тентом. И по мелочи расчистить территорию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вот так вот все получилось. Поддоны будут использоваться в качестве строительного материала. Ну и где-то вот здесь будет у нас с вами дровничек. Вот так выглядит площадочка полностью. Все чистенько, аккуратненько. Красота и порядок. Кстати, вот уже используются веревки, которые я делала с вами в прошлом видео. Все хорошо, все используется на значение, все работает. Красота. Приятно наслаждаться результатами своего труда. А вот так вот будет дровник, и он загородит вид на другой участок, потому что тут раньше был гараж, и я привыкла, что там ничего не видно, и не будет ничего видно. Ну вот, теперь, когда территория расчищена, можно приступать к самому строительству дровника. Для основания у меня вот такие вот палеты. Видно, что доски, которые лежали на земле, они далеко не в очень хорошем состоянии. Вот где-то совсем прогнили, где-то целые. В общем, решила я, что нужно подремонтировать эти палеты. Снимать доски я не буду эти заморачиваться. Я просто рядом набью еще одни доски. Благо, есть материал. Вот, палеты с дровами накрываются такой рамкой. Эти рамки я разберу и сделаю дополнительные доски на палеты. Субтитры сделал DimaTorzok Палеты собраны не жестко, они ходят туда-сюда, поэтому каждый раз смещается угол. Вымеряю, чтобы углы были прямые. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А теперь, собственно, покрываю палеты антисептиком, чтобы предотвратить гниение их и защитить от атмосферных осадков, от земли и прочего. Ну, в общем, антисептик всегда нужен. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все они только грели битум на костре И я не помню, чтобы они его чем-то разводили Вот, наверное, поэтому у меня на крыше битума трескается Но греть битум на костре, потом еще добавлять бензин Это очень пожароопасно И был прецедент, когда мне покрывали крышу на временке новым материалом Когда там от горелки загорелся битум Спасибо Я не хочу тушить пожар из нефтепродуктов у себя на участке Поэтому в интернете нашелся рецепт холодной битумной мастики Химичем Дальше еще интереснее Когда в интернете видела три рецепта И во всех трех разная версия того, за сколько растворяется битум в бензине Кто-то говорит, что на следующий день можно уже использовать Кто-то говорит, что надо ждать неделю-полторы А кто-то говорит, что месяц-полтора Но, как мы понимаем, что ни полторы недели, ни тем более полтора месяца меня не устраивает Но все-таки я решила рискнуть и попробовала замесить мою битумную мастику Наверное, мне повезло, потому что температура на улице днем была на солнышке достаточно высокая И в итоге у меня все получилось Но кроме битума и бензина я добавила в свою битумную мастику твердую смазку Что-то типа солидола, не знаю, может быть солидол, может быть что-то еще такое Для улучшения пластичности Как я нашла смазку, можно посмотреть в одном из моих видео Решила разбить битум на маленькие кусочки, чтобы он быстрее растворился в бензине И не пришлось ждать там целый месяц или неделю до того момента, когда битумная мастика будет готова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот так вот выглядит кусок битума, от которого я откалывала кусочки Большой, который у меня есть Вот видно, где отколоты И вот так вот в ведре выглядят на колотые кусочки битума Здесь я их буду заливать бензинчиком Залила бензином Самое жутко интересное, что получится И получится ли вообще что-то или нет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В таком виде я оставила свою мастику на ночь Утром увидела, что она достаточно хорошо растворилась, битум растворился в бензине Но мастика получилась слишком жидкая Поэтому я просто на глаз добавила туда еще кусочков битума И так и оставила В итоге пару дней она у меня лежала, растворялась И получилась отличная мастика А пока мастика готовилась, я стала делать разметку под будущий свой дровник Сначала я хотела сделать дровник 3х2 метра Потому что мне нужно, чтобы минимум 8 кубов помещалось Как показала холодная зима Что с ноября по май, когда мы перестали топить У меня ушло, ну, пусть будет 7 кубов Практически 8 кубов дров И хотелось бы, чтобы они лежали в дровнике И помещались туда Но сделав разметку, я поняла, что 3 метра это очень много Занимает практически все пространство У меня не остается прохода за дом Поэтому дровник было решено уменьшить до 2 метра на 2 метра Такой размер вполне себе хорошо Также я смотрела, на каком расстоянии от забора сделать Сколько отступать, как получится это на практике И когда уже разметка сделана на местности Видно, где лучше всего его ставить Куда ближе подвинуть, как дальше отодвинуть Чтобы было все удобно Все удобно и все хорошо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а вот тут вот мастика моя готова И я приступаю к покраске того, что будет находиться к земле Прилегать к земле Чтобы защитить еще больше, а не только пользоваться антисептиком Посмотрим, получится ли что-нибудь или нет Но как получилась мастика, мне уже нравится Мне нравится, какой получилась она консистенции Мне нравится, как она ложится А это самое главное Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а стоило мне покрасить мастикой, пропитать мастикой низ поддонов, который я собралась класть на землю Ну или в крайнем случае на рубероид Как нашлись кирпичи для того, чтобы сделать фундамент Искала я их через барахолку нашу местную Спросила, есть ли у кого что-то подобное для того, чтобы сделать фундамент для дровника, кирпичи, либо блоки Один товарищ предложил мне блоки бетонные, которые у него в избытке, но один блок весил 600 кг Все-таки, наверное, это слишком для моего дровника, поэтому стала я искать дальше И кирпичи нашлись совсем рядышком практически у моего соседа, который перебирал печку и готов был поделиться кирпичами, которые остались от старой печки Ну правильно, мне же новые не нужны, не нужны, а эти подойдут Поэтому можно сказать, что зря занималась мастикой, зря пропитывала, зря ее делала Хотя все равно пусть будет, пусть будет лучше, чем с мастикой, чем без Защита древесины лишней никогда не бывает Дровник так дольше простоит Ну что, а теперь мы начинаем выкладывать фундамент из кирпичей и укладывать на него подоны пол будущего дровника Субтитры сделал DimaTorzok Проверяю по уровню, чтобы поддончики лежали ровно Там, где нужно, подкапываю под кирпичами, где не нужно, подсыпаю В общем, чтобы все было ровненько и красиво Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и до меня добралось замедление Ютуба Сама я сейчас говорю не как блогер, а как зритель У меня не грузится видео на Ютуб, потому что смотрю я их через Wi-Fi, не через мобильный интернет Так за городом удобнее И я попробовала собрать всех своих любимых блогеров на какой-то другой платформе Решила, что ладно, уже буду смотреть через другую платформу Но у меня не получилось В основном, конечно, все есть в Дзене Но кого-то нет в Дзене, кого-то нет в Рутубе, кого-то нет в ЭК-видео В общем, все равно приходится прыгать по разным платформам, чтобы посмотреть своих любимых блогеров Поэтому тут уже я как блогер Чтобы вам было удобно, я буду выкладывать свои видео, где только можно И Рутуб, и Дзен, и у меня ВК-видео У меня есть Телеграм-канал, есть канал в Низиограмме Все ссылочки, чтобы нам с вами не потеряться, будут внизу в описании под видео Скажу больше Я планирую и дальше развивать все остальные соцсети, делать их интересными для вас Но на сегодняшний момент, пока занимаюсь только Ютубом Плотно занималась Ютубом и Низиограммом В Низиограмме у меня больше Лавстайла и моих котиков В других соцсетях будет тоже интересно Но будет чуть попозже Но видео, обещаю, будут выходить везде Поэтому подписывайтесь, хотя бы для того, чтобы нам с вами не потеряться И узнать, чем же закончится мой проект по строительству дровника Если вдруг с Ютубом будет все Вот такое получилось у меня видео Пока все, что идет по плану Но, так скажем, наверное, это самая простая часть из того, что меня ждет А дальше меня ждут стены, крыша и сделать дровник красивым Посмотрим, что из этого получится А я с вами прощаюсь До скорой встречи в комментариях, в следующих видео Всем счастливо!